Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Сегодня мы снова в полном составе, гуляем в Адлере. Мы как-то гуляли по городу, там в старом центре. Вы тоже наверняка смотрели. Кто не смотрел, просто нажмите на ссылочку в описании под этим видео. И посмотрите нашу прогулку. Там такая дискуссия большая возникла. Там люди писали свой опыт, как они жили и давали советы про отели. Тоже можете присоединяться. Но мы не гуляли по пляжу, поэтому сегодня будем гулять по пляжу почти в этой части. Пляж называется Огонек, Огонек 2. И дойдем с вами до реки Хирота. Посмотрим на грязное море, посмотрим, что вытекает из реки. Посмотрим этот пляж. Ну и посмотрим, может быть, какие-то окрестности. Давайте начинать. Погнали! Итак, ребята, вот это улица ромашек. Такая красивая улица с красивыми деревьями. Но здесь есть минус, который вы сейчас слышите. Это близкий аэропорт. И даже мы вот с Настей пытались разговаривать, даже не слышно. Они здесь очень низко садятся, очень низко взлетают. Но в целом погулять здесь клево. Здесь можно пожить. Здесь какой-то пансионат южный. Короче, вот вставка будет, так он называется. Тоже люди писали, что там очень клево. А мы с вами будем продвигаться к морю и гулять по пляжу. Ну, как вы можете увидеть, здесь самокатный шеринг. Артемка, не надо, пожалуйста, трогать. Все здесь есть в доступе. И вот табличка «Городской пляж Огонек». Вот, видимо, сюда ходят все местные купаться. Я, конечно, сомневаюсь. Есть сразу, да, на входе бесплатный туалет. Но, конечно, он закрыт. Конечно, он закрыт, Настя. Разве туалеты могут здесь работать? Да, здесь всегда все на замках. И ни хрена ничего не работает. Так, здесь можно сразу наблюдать большое количество спортсменов. Ну, того и названия, да, видимо, у пляжа. Огонек. Какая-то говнотечка впадает. Возможно, энтоканализацию точно вам не скажу. Ну, это не река. Ну, да, типа ливневка, может быть, да, какая-то. Вот, да. Спортсменов здесь предостаточно. Мы будем с вами гулять сегодня по пляжу и смотреть, что здесь есть. Пляж классенький, песочек там возле моря, галька. Сейчас спустимся, посмотрим. Пойдем немножко по набережной пройдем. Родион, Артем, я уже сказал. Вот, видите, как низко самолет. Вообще. Да, здесь такой гул сидит. Я не знаю, кто отдыхал. Отдыхал здесь. Пишите, пожалуйста. Но мне кажется, с таким гулом от самолета отдыхать вообще будет невозможно. Хорошо. Здесь вот все можешь заметить. Здесь опять как случился какой-то апокалипсис. Здесь все закрыто. Ничего не работает. В общем, вот такая, друзья, набережная. Давайте будем спускаться к пляжу. Но можно заметить, что море тоже штормило и на берег повыбрасывало вот всякие коряки. Может быть, что-то еще интересное с вами найдем. Но чуть-чуть попозже. Вот столовка. Она закрыта. Может быть, когда-то будет открыта. Сейчас спустимся к пляжу. Будем смотреть, что там. Но есть табличка, что купание запрещено. Это, в принципе, на каждом сейчас пляже висит до 31 мая. Вот такой здесь песочек. Мелкая галька. На пляже стоит такая маленькая вышка спасателя. Вот про что я вам говорил. Вот в период с 1 октября по 31 мая пляж не функционирует. То есть, ну, просто отсутствует спасатель и медицинский персонал. Вот. Здесь летом я буду, ну, очень надеюсь, да, что будет функционировать теневая зона. Она, конечно, такая маленькая. Здесь смотрит администрация пляжа. Я надеюсь, что это все будет выкрашено в белый цвет и не будет этой ржавой дичи. Надеюсь очень на это. Давайте с вами подойдем к морю. Поближе покажу вам цвет моря. Кстати, я напомню, что на этом пляже мы вообще первый раз. Мне сразу сходу очень нравится, что он широкий, что здесь родная галька, что здесь, можно сказать, назвать это песочком. Так, волна доходит аж досюда периодами. А моя задача вам показать цвет моря, ребята. Посмотрите. Он коричневый. Он не синий, он не прозрачный. Он прям коричневый. Потому что у нас идут дожди почти постоянные. И у нас вот сегодня достаточно прохладно. Вот меня просили говорить даты, когда ролик. Сегодня 25 марта, ребята. И у нас холодно. Местные вообще в шоке от такой погоды. От такого марта. Блин, посмотрите, какая классная беседка. Беседка, прокат сап серфинга. Сап Сочифония. Это как тот пляж, помните? Я вам показывал. Ссылочку тоже оставлю. Вот так он выглядит. Там, где ребята катают на серфдосках. А здесь, видимо, какой-то их филиал. Да, классно. Я думаю, красочка это все освежат. Ну, вот эти вот нежные такие приятные тона. Кайфово. Что-то здесь строится. Видимо, какая-то круглая сцена. Вот. Отель классный. Вот этот, видите? Серый. Маленькие номера. Он очень напоминает нам отель в Керчи, где мы отдыхали. Сразу вышел, да? Вот так вот перешел набережную. И вот у тебя пляж. И вот у тебя море. Здесь в чем плюс вот этого вот огонька, ребята? Это то, что здесь нет вот этих дебильных волнорезов. Страшных, некрасивых. Здесь море. Пожалуйста, пишите в комментариях. Кто здесь отдыхал на этом пляже летом. Ребята, какая здесь обстановка. Пожалуйста, пишите. Рассказывайте. Также указывайте, какая здесь загруженность пляжа. И, пожалуйста, напишите, как здесь море по чистоте. Я думаю, это многих интересует. Беседка клевая, прям такая стильная фотозона. Стоят две палки. Видимо, здесь волейбольная площадка, наверное. Есть и будет. Но она как-то в эту сторону развернута. Мяч бахнул, и он ушел в море. Галька. Галька мелкая, ребята. По ней летом будет приятно ходить. Она не раздражает. Это не так, как в Эмиритинке. Вот это завезенное, огромное, булыжниковое. Так, что вот это за здание, тоже я не знаю. Не буду придумывать. Вы, если знаете, пишите в комментариях. Я думаю, это явно не отель никакой. А вот бревно, которое, видимо, спустилось с реки. И его выкинуло на берег. Оно метров 1, 2, 3, 4, метров 5 в длину. Ну, представляете, такая коряга выкинула с моря из-за сильных штормов, которые здесь сейчас у нас есть. По цвету моря все понятно. Так, ребята, я пока жду своих, когда они меня догонят. Это от них немножко отошел. Нас совсем скоро на канале будет 5 тысяч человек. Это огромная цифра для меня. Если вам несложно, делайте репосты, приглашайте на канал больше своих знакомых, больше зрителей. Давайте собираться в большое такое сообщество. По-моему, 100 человек осталось, до 5 тысяч человек, до 5 тысяч подписчиков. Я не перестаю говорить, что наши подписчики самые лучшие, самые адекватные, которые пытаются с нами познакомиться. Нам пишут, пишут хорошие, добрые комментарии. Нет гнили на канале, и это очень хорошо. Это классно. Поддерживать выпуск обязательно подписочкой. Обязательно нажимайте на колокольчик. Для чего? Для того, что когда вы нажмете на колокольчик, когда у нас выходит какое-то новое событие, там, не знаю, выпуска, либо прямой эфир, либо пост в сообществе, то вам будет приходить уведомление. Если вы не нажимаете на колокольчик, то вам уведомление не будет приходить. Уведомление будет за алгоритмами YouTube, поэтому обязательно подписка и колокольчик. Давайте дальше смотреть. Мы плавно двигаемся дальше. Не знаю, там все в этом здании так запечатано, не пойму вообще что. Подошли с вами Beach Hotel L'Azure. Лазур, как правильно читается. Так, сколько 4 звезды, представляете? Неплохо, неплохо. Welcome в комментарии. Пишите, пожалуйста, кто отдыхал в этом отеле, как там по ценам и, соответственно, как там сервис. Так, здесь есть лесенка. Сейчас давайте я попробую туда подняться. Посмотрим, что там. Вот можно увидеть все это с моря. Волна, вот судя по вот этим ошметкам, волна доходит, видимо, в ночное время аж вот досюда. Да, погода сильно, ребята, у нас подпортилась. Прям прохладно на улице. Еще дует такой холодный ветер. Терраса. Она сейчас закрыта, но летом, возможно, будет функционировать. Сразу такая теневая зона. Так, попробуем с вами подняться. Посмотрим, что тут. Да, вот тут, наверное, что-то выставляется. Блин, классный, прекрасный вид. Да, и самое главное, нет этих волнорезов. Это не может не радовать. И широкая, пустая набережная. Сравните относительно Меретинки. Там всегда битком, неважно, дождь не дождь. Хорошо. Слушайте, мне нравится то, что вот такая хопс, первая линия, вышел и пошел. И вот, соответственно, да, выход. Надеюсь, перед летом всякие вот эти штуки устранят. Я очень надеюсь, да, раз они 4 звезды, это, я так понимаю, их пляж, заборчики обновят. Очень-очень на это надеюсь, конечно. Здесь сразу есть еще отель. Он уже 3 звезды. Отель Дэм. Ребята, тоже обязательно пишите в комментариях, как эти отели но здесь, конечно, вообще все очень-очень тихо. И вот они минусы, видите? Вот он. Вроде 4 звезды, но с таким гулом жить я не думаю, что будет комфортно. Широченный вход на пляж. Есть спуск для колясок. Это есть правило яблок нам, яблок нам. Сейчас достану, Артем. А, это вообще план, план эвакуации какой-то. Так. Сейчас я дам вам яблоки, сейчас дам. Так. Здесь, конечно, спуск такой, видимо, видимо, сильно-сильно намыло волной. Ну, не знаю. Так. Вот. Еще один отельчик, но он какой-то непонятный, без названия. Да, теневая зона. Веранда. Это, видимо, при какой-то столовой, либо кафе. Я не знаю. Но вот все закрыто, не функционирует. Здесь вообще эта часть Адлера полностью вымирает, вне сезон. Ничего нету. Все закрыто. Набережная широченная, но пустая. Есть такая дельная, большая, да, спасательная вышка, там прям такая комната. Сейчас ее обойдем по кругу, посмотрим. Пляж классный. Вот что касается самого пляжа, мне нравится. Настенька тоже сказала, что классный. Он широкий, он песчаный. Так. Здесь, короче, вам подушки накидали, аж дверь вылетела. Видите? Ха-ха. Да. Вот построили, видимо, еще какой-то отель. Судя по наклейкам на стеклах, он еще не сдан. И, наверное, в этом году он не войдет в эксплуатацию. Такая беседка, это, видимо, какой-то бар, судя по барной стойке, да. Здесь, видимо, не в сезон. Ступеньки вообще поплыли куда-то наклоненные, но я думаю, что летом здесь будет хорошо, комфортно, дельно. Ну, свежая беседка, видимо, ее, наверное, даже в этом, в этом году открывали. Ну, давайте с вами, точнее, в том году, да, давайте с вами дальше двигаться. Пойдемте туда дальше по пляжу. Вот какой-то пансионат Охотник. Тоже идет набережная. Здесь можно заметить тоже какой-то слив. Я, правда, не знаю, да, что это за слив, кто точно знает, пишите, но вот он сейчас сухой, в море никуда не уходит. Есть вот эта штуковина типа гидромассаж. Летом, конечно же, он будет функционировать. Вот в таком состоянии, да, ребята, здесь все находится. Ну, район мертвый. Вообще, да? Апокалипсис-то случился. Так, что-то там ребята укрепляют, а мы двигаемся с вами в подмост. Здесь сделали даже турники, брусья. молодцы, прикольно. Смотри, чтоб не дёрнули только. Да, здесь, видите, сейчас происходит укрепление этого моста. Ребята там трудятся. Ой, да, блин, конечно, состояние всего в таком жесть. Смотрите, да, как это смотрится. Я его слепил из того, что было, из двух деревьев. Да, тут вот еще один сток проходит. Вот такой пляж. Вход, точнее, на пляж. Давайте с вами поднимемся, этот кусочек набережной я вам покажу. Все закрыто. Табличка задается комнаты. Видимо, в частном секторе есть медпункт. Всегда даже как-то заезжают. Кафе, которое тоже все-все закрыто тут, ребята. так. Давайте с вами двигаться до нашей цели, до реки и посмотрим, что за река. Мы к ней никогда не подходили. Так, а вон даже купаются, купаются прям в шторм, ребята. Вон можно увидеть. Я надеюсь, вам сейчас видно. Блин, отчаянная, грязная вода, холодная, ветер. О, да. Ну, конечно, наверное, это просто вот приехали и как же не покупаться. Вот, окунулся и быстро из воды. Да, молодец. Слушайте, ребята, ну, обязательно, обязательно лайк этому выпуску только ради этого мужика. Молодец. Здесь все такое... Видите, в каком состоянии? В каком состоянии все находится? Ужасно, все ржавое. Да. Вообще, просто все на весу держится. Так, здесь хорошо, что есть спуск для колясок, но в конце такой обрыв. Может быть, здесь как-то освежат, подукатают и все будет прям very good. Да, видите, сколько намыло всего? Это вот после штормов. Тут тоже, видимо, какой-то спуск, но он прям такой достаточно крутая последняя ступенька. Так, здесь теневой навес, будет, он аналогичный. И здесь часть набережной, вот вы можете сами увидеть, ребята, ни одна палатка не функционирует, все закрыто ролетами, туда спрятаны лежаки и можно увидеть деревянные настилы, которые, значит, здесь раскладываются летом и здесь приятно ходить. А если есть такие настилы, если их делают, значит, здесь людей, блин, предостаточно. А вот здесь, да, можно увидеть, что пляж очень сильно сужается, прям сузился, я не знаю, наверное, половину, да, смотрите, как там широко и как тут узко. Вот такие дела. Вот что-то еще строится, видимо, тоже какой-то отель. Ну, а вот в этих домиках можно снимать комнаты. Я не думаю, что там лухари, конечно, но смысл в том, что если вы приезжаете к морю, проснулись один метр и вы на море. Ценность вот этих построек, вот этих номеров, она именно в том, что проснулись и сразу к морю. Так, друзья, нам осталось совсем чуть-чуть. Вот ребята, которые искупались, здесь какая-то интересная часть пляжа, где стоят ржавые заброшенные корабли. и, конечно, я вас попрошу, ребята, кто в курсе, пожалуйста, пишите в комментах, почему они тут, почему они стоят так вот на набережной. Может быть, это затонувшие суда и их достали. Так, кто что думает? Причем справа налево самый стрёмный и вроде там получше. Так, а вот как сжигают, кстати, этот мусор. Видите, идёт дым. Вот так вот собирают в кучку на пляже и потом, видимо, эту кучу вот так сжигают. И вот она набережная, тут она заканчивается, там начинается улица просвещения, вот вы можете увидеть где сжигают, там же вот выходит река и впадает в море. Ох, какая волна идёт. Море прям жёлтое, какое-то жёлто-коричневое. Вот она набережная, мороженое, всё закрыто, видимо, это тир с такими лавочками и тоже закрыто, ребята. Вон река впадает, вот она впадает и туда. Блин, ну пляж классный. Вот в целом то, что здесь родная галька, мелкий песок, классно. А, это сюрфбар, вот сюрфбар и у них есть такая веранда, да, прямо на крыше. Сейчас попробуем подняться на вот этот кусок набережной. Здесь, видите, как бы даже и не спуск, может быть, здесь летом что-то делают, конечно. Опа, кукрюк. Но стоят лавочки, да, всё закрыто. Причал 349. А, там, слушайте, а там ещё катера стоят Олимпийского резерва города Сочи. Да, ой, какой. Дымя раз, слушайте, ну, молодцы, что сжигают, убирают. Красавцы. Ой, едкий дым, конечно. Надо сейчас быстро пройдёмся. Ой-ой-ой. Так, и вот пошла улица просвещения, я вам сказал, куда, там сплошная стройка. весь кусочек вам покажу. Так, очень громко. Ну, вот мы с вами, да, дошли до огонька 3. Вот она впадает река, ребята. Молодцы, что мусор сжигают, это всё из-за шторма на мыло. Ребята, красавчики. Всё сжигают, всё убирают. Смотрите, сколько мусора, да, собрано. Вообще молодцы. И вот так вот чистят получается пляж. Когда за пляжем следят, вот как здесь, то на таких пляжах всегда очень приятно отдыхать, на них всегда хочется вернуться и отдыхать. Это очень похвально. Каяки стоят. Короче, вот за забором, ребята, получается какой-то мелкий порт, судя по мачтам, которые торчат. Да. Не знаю, как сюда заглянуть. Давайте попробуем. Знаете как, я вот так вот залезу на эту штуку и куда-то подниму камеру, она будет всё видеть. Если будет вам видно, точнее. Я надеюсь. Но не знаю. Да. И вот очередной туалет, который тоже закрыт. Да, здесь вообще прям проблема-проблема. Даже сурф, сурф-кафе какой-то, да, сурф-бар закрыт. Вот что вообще никогда не было в той же Эмеретинке, ребята. Там вот всё открыто, и если вы хотите вот сейчас приехать в межсезонье, то, конечно, однозначно, ну, я бы выбрал Эмеретинку, ну, а для спокойного отдыха, конечно, вот сюда можно просто брать, заезжать. Ну, такие сюда. Что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Пишите в комментариях своё мнение, как вам этот пляж. Если вы отдыхали здесь, то, конечно, пишите ваше мнение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки выпуску, делитесь, делайте репосты в свои социальные сети, приглашайте на канал своих родителей, детей, знакомых, коллег. Приглашайте всех и совсем скоро нас будет 5000 человек, это большая цифра для меня. Я с вами прощаюсь, увидимся уже завтра с вами в новом видео. Пока!